836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане. Можилис рассмотрел проект закона о выборах. Во втором полугодии 2021 года в Казахстане будут объявлены первые прямые выборы акимов сельских округов, у которых завершается срок полномочий. Законопроектом для всех кандидатов предусмотрено внесение избирательного взноса в размере одной минимальной зарплаты. Акимами могут быть избранные граждане не моложе 25 лет. Как показывает опыт многих зарубежных стран, при прямых выборах глава местного исполнительного органа, то есть Аким, чувствует большую ответственность перед своими избирателями, что положительным образом сказывается на результатах его работы. До этого сельские акимы избирались в масляхатами районов, то есть выборы были непрямые, а теперь их будет выбирать население. Дело в том, что в Казахстане только на один пост в исполнительной власти госслужащий выбирался прямым голосованием народа, это пост президента. Все остальные госслужащие или просто назначались, или назначались в согласии от представительной власти. По оценкам политологов, такие госслужащие будут чувствовать себя политически более уверенно, чем другие чиновники, ведь первых назначали, а вторых уже выбрали. Но почему-то власти разрешили избираться людям из других округов, а ведь проблемы народа знают только местные. Любой гражданин, в соответствии с Конституцией нашей страны, любой гражданин Казахстана может свободно передвигаться по территории Казахстана. В этой связи ограничивать его вправе участвовать в выборах сельских акимов в том или ином населенном пункте, мне кажется, будет не совсем правильно. Основной принципиальной поправкой является возможность самовыдвижения. Дело в том, что на всех остальных уровнях власти граждане лишены такой возможности, так как только политические партии имеют право выдвигать своих кандидатов. Однако, одним из основных противоречивых моментов в предлагаемых поправках к закону о выборах является требование опыта работы на госслужбе. Это весьма дискриминационная норма, говорят политологи. И если мы постоянно будем требовать опыт работы во власти, мы просто будем иметь без альтернативных акимов, что нехорошо для экономического и политического развития страны. Среди плюсов в избирательных полетенях всех уровней добавляется графа против всех. Эта мера позволит выразить свое мнение тем гражданам, которых не устраивает ни один из кандидатов, либо ни одна из партий. На выборы 800 акимов потребуется 17 миллиардов тенге до 2025 года. Акимов будут выбирать на 4 года. Но, по мнению политологов, при нынешних законах акимы не смогут реализовать ни одну из демократических инициатив, так как их будут отметать вышестоящие акимы, а их, в свою очередь, контролировать центральная власть. Поэтому гражданское общество просит выборности акимов всех уровней. Смена акимов только низового уровня не решает вопросов эффективного управления на места. Второе – расширить круг полномочий акимов. Боуржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.